Пыли в трансе, все это время в состоянии запрограммированного восприятия из-за вот этой штуки. И это подключено через рептильный мозг. Давайте отключаться от рептильного мозга и начинать развеивать эти чары. Нас кормят страхом, постоянно, иначе это не работает. Бойся этого, бойся того. Неуверенность, тревога. Вот что они делают, манипулируя нашим восприятием, удерживая нас в состоянии низкой вибрации, а следовательно и в лунной матрице. Рептильный мозг не размышляет, он реагирует. Поэтому он так быстро. Другие отделы мозга, такие как неокортекс, сначала обрабатывают информацию, поэтому им требуется больше времени, чем рептильному отделу. По этой причине мы реагируем на что-то. Рептильный мозг реагирует, а потом, минуту или две спустя, зрительная кора оценивает произошедшее, и мы говорим себе, «О боже мой, я, похоже, переборщил». Но если мы перестанем просто реагировать эмоционально и тому подобным образом, поскольку, поймите, нами манипулируют при помощи рептильного мозга, энергосистемы реагирования. Окей, мне это не нравится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, наконец, рептильный мозг теряет свою власть, потому что это власть непосредственной реакции, а когда реакция не используется, она теряет свою власть. И мы можем спокойно оценить произошедшее. И если мы перестанем реагировать посредством рептильного мозга, мы выходим из-под влияния, воздействия лунной матрицы. Вибрации истины меняют природу этого энергетического контроля, коллективного человеческого разума, к которому мы подключены, его проявление в виде окружающего нас структурированного мира и то, как мы функционируем. Этот мир безумен. Он не служит людям. Люди служат ему. Вот кто мы. Мы рабы системы. Политики рабы системы. Они приходят в систему, думая, что изменят ее, однако система меняет их. Мы не воспринимаем, что могут существовать иные образы жизни, нежели привычный круговорот. Но вместе с расширением нашего сознания, другие варианты взаимодействия между нами становятся очевидными для нас, ослепленных различными верованиями. Это одно из величайших оружий контроля человеческой психики, потому что вера выстраивает вокруг себя стены, отгораживаясь от всех вопросов, бросающих этим верованием вызов. И в какой-то момент оказывается, что вы живете будто на почтовой марке, если не на точке, а ваши истинные возможности воспринимать все широким взглядом, исчезли. Вы отказались от них в угоду вери. Это должно быть вот так, а не иначе. А поверив во что-то, как в случае с религиями, вы ограничены правилами и догмами. Стены окружают ваше верование. Если хочешь быть одним из нас, ты должен верить в это. И не можешь верить в то, потому как они верят в подобное. Так что ты будешь одним из них, если будешь верить в такое и прочие вещи. И все. Когда мы открываем наш разум сознанию, все меняется. Нам необходимо начать с чистого листа. Мы должны разучиться зависеть от программирования, бывшего преградой к уровню осознания того, кто мы есть на самом деле. И затем, поскольку мы уже имеем дело со всей возможностью, ядром нашего существования с тем, кто и что мы есть, необходим чистый лист бумаги, все предубеждения должны уйти, все предвзятые верования должны уступить право новой информации. Что мы думаем, что мы чувствуем об окружающем нас непредвзятым идеям. Это невозможно становится... Что ж, посмотрим, что в этом есть. И вдруг мы не говорим, это невозможно, я не стану рефлекторно это отбрасывать, мы рассмотрим это внимательнее. И рассмотрев внимательно, как мне самому приходилось наблюдать, то, что кажется полным бредом, на первый взгляд, начинает приобретать форму и глубокое содержание. Поскольку мы, всевозможность... А если мы твердим, возможно только это, возможно только то, это невозможно. Мы не оперируем изначальными возможностями нашего бытия, то есть всевозможностью. Мы ограничиваем себя.